Здравствуйте! Сегодня уровень развития экономики определяется не прокатными станами и станками, а программным обеспечением, системами машинного обучения и искусственным интеллектом. К сожалению, в сфере IT зависимость России от Запада очень-очень сильна. Как сделать так, чтобы санкции не обрушили российский ТЭК, нам сегодня расскажут два о компетентном посте. Председатель Ассоциации разработчиков программного обеспечения для ТЭК Борис Харас. Здравствуйте, Борис Захарович. Да, здравствуйте. И руководитель компании GridPoint Dynamics Игорь Ефремов. Здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте, коллеги. Расскажите в целом о рисках для нефтегазовых компаний, которые несут в себе новые санкции. Все крупнейшие технологические компании объявили о приостановке своей деятельности в Российской Федерации. Это относится к Майкрософту, Ороклу, Сапу, Самсунгу, из того, что мне известно, Интелу. Пока я не слышал заявлений со стороны Шлинберже, Эмерсона и так далее, но я думаю, что эти компании вынуждены будут присоединиться в той или иной степени к этому пакету санкций, потому что в соответствии с американским законодательством давление идет от правительства Соединенных Штатов, санкционный режим идет от правительства Соединенных Штатов. Есть два аспекта, опять-таки два аспекта. Все компании вынуждены из-за скачущего курса доллара каким-то образом корректировать свою ценовую политику. Это один аспект. Я думаю, что он в большей степени относится к розничным продажам или к массовому рынку, к массовым продажам. Есть аспект, связанный с технологическим сдерживанием Российской Федерации. Это, безусловно, должно затронуть, по мысли тех, кто эти санкции придумывал, это должно затронуть, эти санкции должны затронуть крупнейшие российские производственные компании, в первую очередь компания нефтегазового комплекса. И вот до какой степени, как далеко готовы пойти технологические компании в ограничивающих мерах, мы пока не понимаем. Я бы сказал, что на сегодняшний день у меня нет информации, чтобы кто-то у кого-то что-то отключил. Отключений пока нет. Объявлено о приостановке продаж продукции и услуг и о том, что новые контракты, то есть клиентская деятельность замораживается. Исход иностранных компаний из РФ будет продолжаться еще много месяцев, возможно, даже лет. Понятно, что основной объем тех, кто уйдет, будет понятен где-нибудь там через месяц-два. И вот тогда уже, исходя из того, какие компании потенциально смогут остаться на рынке РФ, можно будет оценить риски для нефтегазовых компаний. Наиболее вероятный сценарий, опять же, на мой взгляд, это, скорее всего, отсутствие доступа нефтегазовых компаний к более чем 90% товаров, начиная буквально от болтов и заканчивая программным обеспечением. Особенно учитывая то, что нефтегазовый сектор в этих условиях, в этой ситуации будут давить по полной программе. Коллеги, у меня такой вопрос. Все понятно, все наши нефтегазовые компании находятся сейчас в зоне повышенного риска. Но, тем не менее, до этих событий не у всех же был одинаково развит процесс цифровизации, автоматизации и так далее. То есть сейчас получается, что те, кто продвинулись в этом направлении, они находятся в зоне особого повышенного риска? Я бы не сказал, что тот, кто продвинулся в автоматизации дальше, имеет больше рисков. Ну, наверное, вот такой прямой зависимости нет. Базовый уровень автоматизации у всех компаний более-менее одинаковый. Ну, плюс-минус. У кого-то есть более свежие технологии, у кого-то более старые. Но базовый уровень, чтобы от ручного труда перейти к автоматизированной добыче автоматизированной системы управления, он базовый уровень у всех более-менее одинаковый. С точки зрения прикладного ПО, биологии и физического ПО, ну, тоже есть разные пакеты разных фирм, разное число лицензий. Но это тоже ландшафт более-менее одинаковый у разных компаний. И мне, кстати, интересно, ну, вот мы знаем две компании, которые очень активно рекламируют себя как разработчики программного обеспечения. Ну, я как бы неуполномочен продолжать их рекламировать, они меня об этом не просили. Но эти две компании хорошо известны, которые себя именно на этом поприще рекламируют. Вот мне очень интересно, как сложившиеся обстоятельства поведут себя эти компании. Они сделают свое программное обеспечение доступным для всех и начнут его раздавать. Или они коллегам начнут его продавать. Или они предпочтут оставить эти разработки внутри своих компаний, чтобы сохранить определенные технологические преимущества. Это любопытно за этим наблюдать. В любом случае, коммерческие производители программного обеспечения, ну, не ощущая на сегодняшний день реальной конкуренции со стороны промышленных компаний, которые объявили, что они занимаются разработкой ПО, мы как бы все-таки в разных сегментах находимся. И основной бизнес для них добыча нефти и газа. Вы говорили о Газпромнефти в данном случае? И Рожнефть, и Газпромнефть. Ну, как бы, Газпромнефть и Роснефть, они на перегонки продвигают свои технологии. Просто интересно, вот что в создавшейся ситуации эти компании готовы будут предложить рынок. Они сейчас находятся все в совершенно разных условиях. То есть кто-то из нефтегазовых компаний в 2014-2015 году правильно оценили риски. Они начали немного диверсифицировать их. И они сейчас находятся, ну, чуть менее рискованной ситуацией, чем другие. Есть компании в первом сегменте. В первый сегмент я отношу те компании, которые все-таки стали использовать в какой-то степени российский стоп. Стали переводить на них проекты, стали обучать своих сотрудников работе на этом софте. Вот сейчас эти компании немножко, как бы, лучше себя будут чувствовать. Второй сегмент – это те компании, которые приняли в свою стратегию разработку своего программного обеспечения. Я уверен, что сейчас такие стратегические подходы, они будут внутри компании корректироваться, либо полностью пересматриваться, потому что тот срок, на который ставились такие задачи, он уже не работает. Две недели назад он перестал существовать просто как класс, и они сейчас живут немножко в другой реальности. Они будут изменять сроки, изменять подходы, им деваться некуда. Есть третий сегмент компаний, их не так много, но они есть. Это компании, которые полностью решили не замечать, что риски какие-либо существуют. И на сегодняшний день эти компании находятся в достаточно сложном положении. Я объясню, что имею в виду. Но я, конечно, неуполномочен отвечать за иностранные софтверные компании, будут ли они здесь работать или нет. И это надо спрашивать в первую очередь у них, тем более, что они еще официально присутствуют на российском рынке. Я просто могу сказать, как теоретически могут сработать эти риски. Большинство программного обеспечения зарубежного, передача прав на его использование в виде лицензионных ключей, оно регламентировано каким-то сроком. То есть раз в полгода или раз в год такие ключи обновляются. Риск того, что по истечению срока им эти ключи не отправят, он очень высокий. Это первый пункт. Второй пункт, естественно, с обновлениями. То есть с любым обновлением можно заложить флаг на отключение просто всего софта. Поэтому вот такие риски, они сейчас растут в геометрической прогрессии для всех нефтяных компаний. Поэтому каждая нефтяная компания, в зависимости от того, чем они занимались последние шесть лет в рамках импортозамещения и диверсификации своих рисков, вот они будут оценивать по-разному. Где все-таки наиболее они испытают риск отключения программного обеспечения запутков? Это добыча, переработка, транспортировка? Сегодня мне очень сложно отвечать. То есть я подозреваю, что риски везде примерно сейчас, на сегодняшний день, это 5 марта 2022 года, риски примерно все одинаковые. После того, как мы поймем через месяц-два, кто действительно ушел, а кто останется, а кто может быть останется, но в какой-то другой форме, вот тогда можно будет отвечать на такие вопросы. Я бы риски разделил на две категории. Риски, связанные с непродлением лицензий или с условиями лицензионного соглашения, по которым наши уважаемые заказчики нефтегазовой компании подписывали, что они обязуются в случае попадания в санкционные списки удалить программное обеспечение западных производителей, а такие бумаги есть, они подписаны. Тогда просто никто на это внимание не обращал, и этот пункт удалить было невозможно. Это как бы один риск. Эти риски регулируются законодательством или законодательными актами, принимаемыми странами, которые сегодня вводят санкционные ограничения. Есть вторая группа рисков, связанная с незадокументированными возможностями, и она безусловно присутствует, и мы видели, как при каких обстоятельствах и в каких странах эти риски реализовывались. Случаи реализации были и в России, и в Иране. Я об этом достаточно подробно писал на уважаемом ресурсе, с которым мы сегодня беседуем, информационном ресурсе. Здесь только специалисты могут оценивать, насколько с этими рисками можно было бороться. Вот я бы так напомнил. Надо просто держать, вы имеете две группы рисков, юридические и, скажем так, кибер-риски и кибербезопасность. Коллеги, правильно ли я вас поняла, что, в принципе, сразу все отключить невозможно? То есть риск, то, что это будет, точнее, не будет обновляться, постепенно устаревать и так далее. Но сразу вот такого коллапса, что в какой-то момент нас взяли и, в общем-то, отключили, да, и у нас ничего не работает, как, например, у меня на парковке, да, вот пару дней назад, да, я привычно, да, с телефона оплачивала парковку и выяснил, что это сделать невозможно, да, но, слава богу, там можно наличными, там, карточкой и так далее. То есть такого, в принципе, не будет. Я считаю, что в один день нет, но, опять-таки, это все, что касается первой группы рисков, это юридические риски и технических возможностей в рамках существующих легально поставленных технологий, юридических возможностей выключить рубильник, вот таких явных, их просто нет. Что касается рисков кибербезопасности, то, еще раз я говорю, это отдельная группа рисков. Я не уверен, что все до конца могут сегодня предвидеть, где и как они случатся. Конечно, технические возможности отключения программного обеспечения существуют. Также существуют такие же технические возможности и обеспечить, как бы, невозможность отключения. То есть они все известны и многие нефтяные компании, они как раз к ним прибегают. Ну, в частности, там, отключение обновлений, отключение систем от интернета и так далее. Возникает вопрос, что вот за это время, пока старое программное обеспечение будет работать, что рынок может предложить взамен? То есть будут ли это российские компании, будут ли это компании из Китали или из Индии? Ваше мнение? Позвольте, я начну. Смотрите, рынок тоже надо делить на разные сегменты. Первый сегмент, я бы выделил это оборудование, АСУТП и вычислительная техника. Я вчера специально посмотрел, Китай производит технику на своих собственных процессорах, на китайских процессорах, сервера доступны. Китай производит сервера на кинтеловских, ну, то есть на американских процессорах. Насколько будет возможно и насколько захочет Китай поставлять американские процессоры в Россию, только жизнь это покажет. То, что для них должны быть такие же ограничения приняты, но юридически. Насколько Китай захочет им следовать, посмотрим. Но есть продукция китайская, про индийскую, про индийские процессора мне неизвестно. Китайские процессора точно есть. Я думаю, что Китай с радостью будет усилительную технику на своих процессорах, на своей элементной базе нам предлагать. С Кореи до сегодняшнего утра, я считал, что Корея тоже, и была информация, что Корея вышла из этого списка, тем не менее, сегодня утром появилась информация, что Самсунг прекращает поставки. Поэтому я думаю, что реалистично ожидать поставок в Российской технике только из Китая. Что касается СУТП, тоже считаю, что Китай, ну, не считаю, уверен, что у Китая есть продукция, которые они с удовольствием начнут поставлять на российский рынок. И по большому счету, возможно, Бразилия, кстати. У Бразилии я видел системы на выставках, которые бразильцы привозили и показывали. Ну, и как бы здесь есть третья опция. В конце концов, пора российским компаниям в ускоренном режиме пытаться наращивать свое производство СУТП. С точки зрения оборудования в России есть производство, есть риски, связанные с электронной компонентной базой. Неизвестно, что правительство предпринимает огромные усилия для того, чтобы срочно эти риски покрыть и производить максимально оборудование на российской электронной компонентной базе либо на электронной компонентной базе дружественных стран. Поэтому я думаю, что баланс между этими тремя опциями мы увидим на рынке в самой ближайшей неделе. К сожалению, в России есть не все. Многое есть, но полный спектр российским программным обеспечением, конечно, закрыть нельзя. Может ли Китай и Индия здесь нам помочь? Здесь надо более детально уже разбираться. Скорее всего, да. Но здесь, чтобы вы понимали, это все-таки технологии достаточно сложные, наукоемкие, которые выстраивают технологический цикл компаний. Это не холодильник там, когда у вас холодильник американский стоит, у вас его забрали, вы привезли китайский холодильник. Это немножко другие процессы, поэтому замещение одних технологий на другие в производственном цикле компаний ТЭК займет очень продолжительное время. И совершенно неважно, китайские они или российские. Сейчас настал тот момент, когда, ну, необходима консолидация рынка разработчиков и вообще говоря, консолидация рынка потребления. Потому что, ну, БАСУТП для Газпромнефти, для ТАТ-нефти, для СОРБУТ-нефти газа отечественное, оно должно быть, оно, естественно, будет одинаково. И нет смысла распылять ресурсы, которые сейчас стали ограничены для всех компаний, для того, чтобы каждая компания побежала изобретать свое СОТП, либо писать свою программу, свой комплекс по обработке сейсмических данных. Ну, сейчас очевидно должна быть консолидация. И с той, и с другой стороны. Если сейчас ее не произойдет, то ее тогда в России не произойдет никогда. Мы такую консолидацию ожидаем, и это один из таких вариантов, ну, логического выхода в создавшиеся, в условиях создавшихся технологических ограничений. Эту тему мы продолжим. Сейчас уточняющий вопрос. Все-таки способны китайские и индийские компании заменить Европу и США в части поставок железа и программного обеспечения? Базовые вещи Китай способен возместить. Базовые я имею в виду, но в части суперкомпьютеров, не знаю, вряд ли это сейчас и потребуется, они это будут поставлять. Но сервера и рабочие станции, они в состоянии поставить сюда, потому что они сами этим пользуются. Я считаю, что в части вычительной техники Китай получил огромный рынок, не инвестируя в маркетинг, по-моему, ни копейки. Ну, то есть Европа и США, компании Европы и США не делают ничего такого уникального, чтобы, собственно говоря, нельзя было купить в Индии или Китае. В части оборудования, еще раз, вот то, что Игорь Иванович сказал, это очень важно услышать. А программное оборудование? В части программного обеспечения я бы не надеялся на то, что китайское программное, либо индийское программное обеспечение нашло бы массового потребителя в российских нефтегазовых промышленных компаниях. Вот на это бы я не надеялся. Я думаю, что если они перед собой такую задачу поставят и договорятся с руководством нашей страны, то они в состоянии инвестировать сегодня в развитие своих технологий для нашего рынка. У них такая мобилизационная возможность есть. Но я бы нашел какой-то более симпатичный сценарий для российских производителей, чтобы дать возможность им развиться в кратчайшие сроки. Но в части ПО я поднял Игоря Ивановича, что это незаменяемо. Оборудование, да, ПО нет. Давайте поговорим о нефтегазовых компаниях. Как они себя сейчас ведут? Уже прошло достаточно времени, чтобы нефтегазовые компании как-то сориентировались на рынке. Вы чувствуете, что есть спрос на отечественные технологии, оборудования? Добрая половина, может быть, даже больше нефтяных компаний. Они в срочном порядке побежали практически закупать российский софт, тот, который есть, договариваться об условиях, об обучениях, о переводе проектов на этот софт. Большая, слава богу, большая часть из этих компаний уже пользуется российским софтом. То есть для них это просто некое развитие своего положения. Игорь Иванович, уточните только, пожалуйста, что вы сейчас говорите про геологи и геофизические софты. Да, совершенно верно. Это важно. Это блок Акстрима в части камеральной, то есть это обработка и интерпретация сейсморазведки, геологическое и гидродинамическое моделирование. Это достаточно серьезный блок, который наиболее всегда был уязвим относительно использования зарубежного софта. Вот в этой части действительно есть очень серьезное продвижение сегодня. Он куда бедно и раньше двигался, но это было такими совсем коротенькими этапами, маленькими шажками. Теперь это ускорилось все очень значительно. Есть компании, которые, не буду я их называть, но пока все еще, как ни странно, думают, что они эту ситуацию пересидят. Для нас это очень удивительно. Они почему-то думают, что весь зарубежный софт, который они сегодня используют, и риски отключения вообще не несут в себе никаких рисков, и поэтому они просто продолжают пользоваться. По другим сегментам рынка, это рынок систем производственного управления и рынок СОТП. Разница заключается в том, что этот рынок требует не просто закупки лицензии, а внедрения и привязки этого ПО и оборудования к конкретному технологическому объекту. То есть он, в принципе, менее мобильный. Значит, здесь я вижу, вот из конкретики, тоже, ну, не могу называть, но две тенденции. Первая тенденция – нет денег, инвестиции заморожены, ни во что инвестировать не будем, будем жить с тем, что есть. Как долго получится, будем сидеть с этим. Инвестировать не будем, это первое. Второе – это мы сейчас сядем и разработаем свое. На мой взгляд, и та, и другая стратегия, если первая, ну, на самом деле, на мой взгляд, и та, и другая стратегия, это в каком-то смысле страусиная политика, потому что, ну, на мой взгляд, исход и первого, и второго сценария, они разные, несколько разные сценарии. Второй сценарий – просто, на мой взгляд, поддерживаю Григорь Ивановича, он безнадежный. Сесть и начать писать сейчас свое ПО, а такие компании есть, я просто знаю абсолютно конкретно, которые говорят, о, вот сейчас самое время. Это утопия полная, это невозможно сделать. Вот, сценарий, давайте подождем, ну, вероятность успешного исхода в этом сценарии, на мой взгляд, не больше 5-10%, потому что понятно, что все то, что с точки зрения санкций происходит, имеет определенную цель, и цель эту в ближайшее время никто менять не будет. Поэтому, если не действуют существующие санкции, значит, наверное, что-то в самих санкциях будет меняться, но ожидать отмены самого механизма и целеполагания со стороны известных стран, ну, на горизонте, там, ближайшего времени вряд ли приходится. Борис Захарович, вы говорили о наступлении хорошего времени для объединения нефтегазовых компаний. Как вы считаете, кто должен этот процесс, или кто может этот процесс возглавить и инициировать? Смотрите, бытие определяет сознание. Я думаю, что российские разработчики частные, в частном сегменте, они морально готовы к объединению, потому что у нас нет жесткой конкуренции, и, к сожалению, этих разработчиков осталось достаточно немного, скажем так, и жесткой конкуренции между ними реально нет. И мы все морально готовы к консолидации. Консолидировать вокруг себя сможет та компания, которая обеспечит рынок, то есть даст деньги, даст заказы. Я считаю, что это может быть только технологическая компания. Я не верю в то, что какая-нибудь промышленная компания могла бы вокруг себя это делать, но тогда другая побежит делать то же самое. Вместо консолидации усилий получим очередной виток бессмысленной конкуренции. То есть должна быть технологическая компания, которая в состоянии принести миллиардные проекты от основных наших промышленных компаний. ТЭКа, неважно, промышленных, целиком. Но вот прикиньте, кто это мог бы быть. Я вижу, что теоретически это может быть, ну просто теоретически. Ростелеком, Ростех, Росатом. Месяц назад я бы еще назвал СБЕР и ВТБ. Думаю, что в текущих обстоятельствах у СБЕР и у ВТБ есть иные приоритеты. А вопрос в том заключается, мы понимаем, находясь как бы по эту сторону, что такая консолидация нужна, и мы к ней готовы. Осталось, чтобы кто-то понял, что это должно быть бизнесом для крупных государственных технологических компаний. Что это интересно, и чтобы эти компании пустили. Ведь это же проблема, что если ты так или иначе аффилирован с одной группой компаний, то целый ряд других компаний тебя на свой рынок не пускают. Ну, наверное, что-то в этом смысле должно поменяться в России, но это из области психологии и других обстоятельств. Ну, в общем, два фактора. Кто на себя возьмет лидерство, и кто этому лидеру даст бизнес, большой бизнес, который позволит объединить производителей. Несколько дней назад Михаил Мишустин озвучил решение российского правительства по поддержке отраслей вообще, и в том числе IT-компаний. Это вот налоговая льгота для разработки мобильных приложений. IT-компании на три года освободят эту плату налога на прибыль и проверок. Да, вот тут, так сказать, еще, значит, льготные программы кредитования бизнеса дополнительно 6 миллиардов, да, рублей. Насколько вот эти меры, на вашу точку зрения, они будут способствовать развитию отечественного программного обеспечения? На мой взгляд, ошибка заключается в том, что государство все время пытается стимулировать производство. А в данной ситуации, да и вообще говоря, в ситуации годичной давности, двухгодичной давности, стимулировать надо потребление. Потому что как только компании начнут покупать, то деньги и на зарплату, и на инвестиции, и на развитие, на что угодно, эти деньги появятся. Проблема в том, что не покупают. Как только эта проблема будет решена, все остальное, на мой взгляд, будет существенно легче решаться. Конечно, правительству проще на своем уровне решить вот таким образом проблему или предложить такие меры, потому что эти меры полностью зависят от них. Это проще, чем заставить «Газпром» покупку, ну, любую другую компанию, неважно, через запятую назовите, просто механизма заставить компанию «ТЭКО» покупать отечественную продукцию, юридического нету. Поэтому я понимаю, что они делают то, что проще. За что я вас просил. Борис Захаревич, правильно я поняла, что IT-компаниям кредитные деньги, вот эти не нужны, да, вот эти деньги помощи, им нужны заказы? Смотрите, ну, во-первых, Игорь Иванович, я хотел бы, чтобы тоже ответил на этот вопрос после меня и его точку зрения, было бы очень интересно. Деньги, конечно, нужны, но государство не имеет механизмов, сегодня не имеет механизмов, я сомневаюсь, что они появятся завтра. Эти деньги надо будет возвращать, так или иначе. Никто деньги сыпать с вертолета, как там, вот переводя с английского на русский, не будет. Поэтому все вот там льготы, которые, мы же говорим про какие-то инвестиции, государство дает деньги так, чтобы потом назад вернулось больше. И в каком-то смысле все до сегодняшнего дня предложенные механизмы субсидирования, там, гранты, еще чего-то, они так или иначе сопряжены с рисками для этих компаний. Взяв эти деньги, государство будет юридически с тебя требовать, чтобы ты эти деньги в том или ином виде вернул. А вернуть их можно только одним образом, продав. Но если у тебя не покупают без инвестиций, то с чего ты вдруг решил, что у тебя начнут покупать, когда тебе дали инвестиции? Многие годы принимались меры поддержки IT-компаний и налоговыми различными льготами, и кредитованием. Это не привело ни к чему вообще. То есть доля российского программного обеспечения на рынке, она практически не сдвинулась с мертвой точки за 6 лет. И вот те меры, которые сегодня продолжают применяться, плюсы здесь, конечно, есть. Это дополнительные деньги, естественно, за что действительно огромное спасибо государству. Но хотелось бы увидеть другие меры, на которые государство, в том числе, может повлиять. Меры, связанные с потреблением. Последний вопрос, все-таки с учетом всего сказанного выше. Вот эти санкции, это новые возможности по вынужденному переходу на российское ПО или все-таки проблемы? Сложившуюся ситуацию мы на самом деле рассматриваем не с точки зрения возможностей, а больше с точки зрения проблем. И проблем не наших, а проблем наших заказчиков. Мы очень хорошо понимаем, с какими проблемами в нашем сегменте они уже сегодня столкнулись. Поэтому наша основная цель сегодня это снять с них часть тех рисков, в которых мы компетентны. И на сегодняшний день мы полностью эти риски можем закрыть. Как никогда на уровне государственного управления государственных чиновников требуется сегодня, ну, там, помимо решительности и осмотрительности, требуется мудрость. Потому что сценариев очень много и внешние обстоятельства, на которые мы повлиять не можем, меняются очень быстро. Поэтому сейчас, на мой взгляд, время определения неких стратегических направлений развития. Эти стратегии должны быть услышаны. Во-первых, я надеюсь, что они есть, и они должны быть услышаны. Мы со своей стороны, как сообщество экспертное, с удовольствием готовы поделиться там нашим взглядом и нашим опытом. Но надо сказать, что до сегодняшнего дня нас пока никто не спросил, кроме ТЭК-ТВ, относительно нашей позиции. Спасибо. Наша передача подошла к концу. Напоминаю, если у вас есть чем поделиться с отраслевым сообществом, есть идеи, то ТЭК-ТВ готов предоставить площадку. Пишите, звоните. Мы всегда рады обратной связи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова